Ну наконец-то, он снова зашёл в игру! Бля, как мне теперь его найти? Телепортируем Лептошу к нему! Мне интересно, как он отреагирует, когда он увидит челика, которого он кинул? Капец ты, чел наивный! Я всё знаю, слежу за тобой, сука! СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ, СУКА! Всем привет, ребята! Это новая серия по ловле наших любимых мошенников! Сегодня, как обычно, будем чилить внутри авторынка и ловить кидал на горячем! Хочу напомнить вам, что в каждом видео у меня есть два конкурса! Подробнее о них я расскажу в описании! Ну и ещё в официальном паблике Блэк Раши проходит конкурс на 100 призовых мест! Вы там можете выиграть айфон и очень топовый андроид! Короче, мы уже зашли на сервер, поменяли Лептоши ник, поменяли Лептоши скин! Я сразу передал ему несколько кейсов, несколько корон, несколько пар очков, чтобы он, в принципе, не бегал ко мне, да и мы не делали лишние движения! Первый обмен, который мы с вами можем наблюдать, это аксессуары на вот такой вот фордик! Лептоша отдаёт ему и кейс, и корону, и очки и получает взамен эту тачку! Ну, как бы, челик получил аксы и продал машину Лептону за 1000 рублей! В принципе, он не обманул, хотя был такой шанс! Го, ты мне кейс, потом я семью и ты корону! Понятное дело, на такую аферу мы соглашаемся! Ты мне кейс, Макита, следом я семью и ты корону, верно? Так, ну, это обычный обмен, Лептоша соглашается, Кизару таймит и, в принципе, всё, можно передавать кейс! Так, сейчас Лептоша передаст ему кейс и будем получать семью! Так, ну, кейс он получил, теперь должен передать семью! Ох, ё-моё, а я забыл то, что я на Лептошу передал свою семью Аль Капелло и он там глава! Ну, мы, короче, решили эту проблему и сейчас Кизару передаст семью на Тараса! Кизару, передай Фому на Тараса! Нет, у тебя своя, Фома, нах тебе моя! Какой-то очень странный чувачок, ребят, он резко вернул кейс и, как бы, вообще не продаёт теперь семью! Я тебе сначала 400к кидаю, то есть я тебе сейчас кидаю 400к, то есть половину, и ты мне кидаешь Фому, да? А потом я ещё другую половину! Знаете, в чём прикол? Челик уже сделал две попытки нон-РП обмана, увидел то, что я за ним спекаю и, типа, довольный! Здравствуйте, Кизару! Я бы хотел купить у вас семью! Хо-хо-хо, шутка прикольная! Нет-нет, я не шучу! Я действительно куплю у вас семью! Ну так что, семью продашь? Не, сори! Я в видео! Я хочу купить у тебя семью, продай мне её, пожалуйста! А то мне чё-то не верится, что эта семья действительно твоя! Не, сори! Давайте я попробую объяснить, что сейчас происходит! Этот Кизару предложил обмен сначала Лептоше, получил кейс, после чего увидел, что я за ними слежу и понял, что это Лептоша. Поэтому он вернул ему кейс и пошёл обмениваться с другим челом. Тот чел предложил ему 400 тысяч и Кизару в обмене увидел меня, потому что я за ними следил. После чего он, конечно же, отказался от продажи семьи и начал писать, что увидел меня. Ну, короче, пацаны, тут, в принципе, две попытки нон-РП обмана. Челик говорит то, что он напишет на меня жалобу. Ну, я жду. Многие из вас скажут, но он же никого не обманул, за что ты его забанил. Ну, а почему тогда он мне не продал семью? Почему он мне не доказал то, что эта семья его? Он постоянно отмазывался и пытался уйти от разговора. Гой, куплю кейс за 58 тысяч, а потом ищу дэм после продажи. Просто деньги на счету. Ну, как бы, этого челика уже можно банить за нон-РП обман, точнее, за попытку нон-РП обмана. Но давайте поиграем в его игру. Сколько дашь потом после продажи? Один миллион. Короче, наш Артур уже получил кейс и, как бы, сейчас он должен передать один миллион. И посмотрите, как он делает вид, то, что он снимает бабки. У него на счету две тысячи. Он просто снимает косарь и ставит его обратно, чтобы работала анимация. Короче, Артур говорит дальше, то, что у него деньги не на основном счету, а на новом счету в банке. И поэтому нам нужно ехать в банк. Повезло то, что Тарас был на улице и он нас сейчас подвезет. Говорит то, что у него один процент и игра может крашнуться. Ну, тут, как бы, с самого начала было понятно то, что это мошенник. Но вот сейчас он зайдет в игру и мы его телепортируем. Ну, а как мы угорали с этого Артурчика, вы можете посмотреть у Лептоши на канале. Ссылочка на его канал будет в описании. Ну и, чуваки, если вам действительно это интересно, то я был в больнице. Мне сказали проследить за этой темкой. Мне сказали, то, что заниматься спортом можно. Так что, в принципе, все мои достижения вы сможете увидеть в Телеграм-канале. Все, теперь я активно буду снимать видосики. Буду следить за своей болезнью. Ну, хотя она не такая уж и страшная болезнь. Ну, короче, всем спасибо, кто меня поддерживал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok